Здравствуйте, Феликанал Культуры, программа Наблюдатель. Сегодня наблюдать доверенно мне. Меня зовут Андрей Максимов. Мы с детства знаем такие строки блока. В те годы дальние глухие в сердцах старели сон и мгла. Победоносцев над Россией простёрся вины крыла. Собственно, кто это такой? Победоносцев, 190 лет с днём рождения которого мы отмечаем в эти дни. Советская историческая наука категорически оценивала его так же, как блока. То есть был плохой, нехороший, ужасный. Но, однако, ощущение, что это, прямо скажем, не совсем так. И сегодня попробуем узнать об этом человеке побольше. Узнать, что он был за человек, что у него была за позиция, что у него были за взгляды. И мне кажется, что это очень интересная фигура. Потому что она, с одной стороны, имя всем известна, а фигура не известна никому. Не то, что никому, мало кому. Как всегда, в прологии я задаю один и тот же вопрос. Пусть люди на него отвечают, и я их таком уже представляю. У меня очень простой вопрос. Если коротко нашим зрителям для начала разговора, дальше подробно будем, кто, собственно, такой Константин Петрович Победоносцев? Александр Юрьевич Полунов, доктор исторических наук, профессор, человек, который написал книжку об этом Победоносце. Правильно? Итак, человек, которого современники считали великим гензитором. Так, мне кажется, все побежали смотреть телевизор, очень заинтригованно. У нас сегодня три доктора наук. Александр Юрьевич Репников, доктор исторических наук. Русский консервативный мыслитель. Так. Селт Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, профессор. Константин Петрович – это видный государственный деятель. Ну, а дальше будем давать оценки самые разные. Вот, чтобы было понятно, я просил бы сначала вас тоже, если можно, по кругу. Можно ли на примере, каком-нибудь примере, особенно ярком, доказать, какова была степень влияния Победоносцева, например, на императора и вообще на жизнь в стране? Ну, например, программа церковно-приходских школ. Это важный момент, потому что развитие системы начального образования в то время, во второй половине, 19-го, начале 20-го века для России, это, ну, если не почти все, то очень важно. Масса населения безграмотна. Как, в какой форме будет повышаться грамотность, от этого зависело очень много. Победоносцев приходят на пост главы духовного ведомства, оберпрокурора. Церковно-приходских школ почти нет. Через 20 с небольшим лет их количество выросло в 10 раз. Они охватывают половину начальных школ Российской империи, треть детей, учившихся в начальной школе. Ассигнования государственные на них выросли вообще в несколько сотен раз. И все это достигнуто фактически благодаря кипучей энергии одного человека, Константина Петровича Победоносова. Он создал, можно так сказать, он создал систему церковно-приходских школ. И практически из ничего, с нуля. И практически за счет вот своего, ну, личного начала, вот он решил, что это нужно, это важно, он сломал массу стен, массу перегородок, оказал гигантское влияние на царя и добился своего. Все, Сергей Евгеньевич, расскажите. Ну, здесь я готов поддержать Александра Юрьевича и отметить, что с середины 80-х годов XIX века до начала XX века численность церковно-приходских школ действительно увеличилась более чем в 10 раз. Не будем повторяться. Численность учащихся почти в 17 раз. А что еще? Еще именно в плане своего влияния на... Вот как нам рассказать зрителям, что его влияние было огромным? А, ну, его политическое влияние было огромным в первые годы царствования Александра Третьего, поскольку действительно за ним закрепилась в те годы репутация такого неформального премьера. Мы понимаем, что человек, который предлагает монарху кандидатуру для назначения министров, генерал-губернаторов и так далее. Это очень большой человек. Да, безусловно. Что-то, Александр Таврович, можете добавить? Да, конечно. Здесь надо еще отметить личное влияние, человеческий фактор, влияние победоносца на Александра Александровича еще до того, как он стал Александром Третьим. Ну и, естественно, влияние в первый период царствования императора. Причем эта переписка между ними показывает, что влияние было не только в государственных делах, но и в делах, связанных с какими-то бытовыми, может быть, даже обыденными событиями победоносцев, тоже пытался направлять своего ученика. А почему Александр его заметил? Как это вообще случилось, что он его выделил? Это не столько Александр его заметил, сколько он заметил Александра. Дело в том, что Александр Александрович, будущий Александр Третий, он был не первым, а вторым сыном Александра Второго. И к престолу его никто, в принципе, не готовил. Наследником он стал неожиданно после скоропостижной смерти, ну, смерти после скоротечной болезни своего старшего брата Николая. И вот этот вот человек, юноша, неуклюжий, как считалось, нескладный, не очень одаренный, как считали у современники, от него придворные и высокопоставленные сановники, ну, прямо скажем, шарахались. Кое-кто говорил, что ему нужно отречься от звания наследника, потому что он не потянет роль царя. И вот во всем этом окружении, по сути дела, один человек, ну, с интеллектом и политическими перспективами, его наставник, преподаватель правоведения Константин Петрович Победоносов, начал к нему относиться внимательно, стараясь его понять, стараясь его развивать, рекомендую ему круг чтения, то есть далеко выходя за рамки того, что ему было поручено как наставнику. Ну, и Александр Александрович, который, можно сказать, при входе в большую взрослую жизнь, что он увидел? Он увидел наставничество со стороны Победоносова. Он, естественно, воспринял его идеи, во многом был сформирован Победоносовым. Это влияние продолжалось потом достаточно долго. То есть можно говорить, что Победоносов сформировал императора? Да. Безусловно. Вот я хочу, чтобы вы прокомментировали такую заметку, я не знаю, такие слова газета «Московские новости», когда уже скончался Победоносов, она о нем писала следующее. Его влияние в 1881 году спасло русское самодержавие от уничтожения, которым со всех сторон толкали его все влиятельные государственные деятели того времени. Что это значит? Это значит, что накануне гибели Александра Второго, в период подъема народовольческого террора, когда никакими методами, никакими средствами с этим террором нельзя было справиться, большая часть поставленных сановников пришла к выводу, что для того, чтобы успокоить ситуацию в стране, нужно пойти на политические уступки, уступки либеральному обществу и ограничить самодержавие. Ну, не в плане, конечно, полноценного парламента, наподобие английского представительного органа, но что-то такое, что все-таки несло в себе бы элемент представительства на высшем уровне. И Александр Второй утром 1 марта 1881 года, уезжая на развод войск, откуда он уже вернулся, как известно, смертельно раненым, принципиально одобрил эту меру. После гибели Александра Второго совещание высших сановников, собравшись, ну, как считали многие, должно было просто подтвердить уже состоявшееся решение. И вот тут-то Константин Петрович Поведоносцев, как писал один из современников, очевидцев событий, бледный, как полотно, и, очевидно, взволнованный, встал и произнес громовую речь. «Конец России!» – воскликнул Поведоносцев. «То, что вы предлагаете нам, – сказал он, обращаясь к либеральным сановникам, – это гибель России, это разрушение существовавшей тогда системы власти, это гибель самодержавия, и огромная энергия, колоссальный напор этого человека, помноженный, конечно, на огромное влияние на наследника Александра Александровича, влияние масштабов которого, ну, в общем-то, даже близкие люди себе до конца не представляли, это привело к тому, что уже фактически готовая мера была сорвана, отложена, и на 25 лет представительства России было отложено». Я хочу спросить, все-таки, вот, с точки зрения сегодняшнего дня, как так получилось? Вот все люди говорят, нужно ограничить самодержавия. Встает один человек. Благодаря чему его точка зрения победила? Я думаю, что здесь такой яркой иллюстрацией может быть позиция видного русского западника и либерала Бориса Николаевича Чичерина, который в будущем не будет никак замечен в своих симпатиях к самодержавию, к абсолютной монархии и которые надолго поссорятся с тем же Победоносцем, но это будет позже. Если мы говорим о весне 1881 года, то Борис Николаевич Чичерин, безусловно, поддержал консерватора Победоносца, сказав, ни о какой конституции не могло быть и речи в такое смутное время. До этого же он так и думал. Дело в том, что цареубийство – это чрезвычайное событие в жизни государства. Убийство главы государства вы себе представляете, да? И, собственно говоря, после подобных событий любой политический режим от абсолютистского до самого демократического должен будет принимать определенные чрезвычайные меры охранительного характера для того, чтобы предотвратить или пресечь тот кризис, который тем самым возникает или усугубляется. Ну тогда никакой заслуги у вас особо нет. Если верить вам, потому что если это естественный процесс... Ну, дело... Нет, ну, значит, естественный процесс... Ну, сказать, любой режим должен так делать. Мы с вами прекрасно понимаем, что на исторической сцене действуют люди. И само по себе, само собой, ничего не бывает. Для того, чтобы было принято то или иное верное государственное решение, нужно, чтобы оно было предложено, чтобы оно было четко сформулировано, и чтобы его необходимость была осознанно. Правильно ли я понимаю, скажите мне, пожалуйста, что вот, как я сейчас... Вот я слышу сейчас, как и большинство наших зрителей, подавляющее об этом... Я что-то читал, но так, в общем, первый раз. Что он был одиночкой в такой вот момент. В определенной степени... Что он один выступил за то, что вот самодержавие должно быть в том виде, в котором оно... Правильно ли я понимаю? Безусловно. И здесь, мне кажется, два момента еще важно подчеркнуть. Всеволод Евгеньевич сказал про цареубийство. Ну, были ветеранчики, конечно, цареубийства в истории России. Другое дело, что это было публичное цареубийство. По сути, это был вызов власти. И в этой ситуации, если обратиться к мнению общества, то мнение не было единым. Одни считали, что власть должна пойти на уступки. Другие, наоборот, считали, что власть должна ответить на этот вызов всеми возможными жестокими и безжалостными методами. И здесь, по сути, было некое колебание. Чью же сторону выберет Александр Александрович, который стал монархом, когда его отца, полуживого, вносят, залив кровью, парадную лестницу с раздробленными ногами, и он видит вот этот вот труп, да, ничего не труп, вернее, просто искалеченное тело близкого человека. Мне кажется, вот этот момент очень важен. Смотрите, он теряет отца страна, теряет государя. Кому ему обратиться? И вот здесь победоносцы в какой-то степени, как наставник, как человек, который выслушивал даже какие-то его личные жалобы. Ну, вы знаете, у Александра Второго были, скажем так, сложные семейные положения, сложные семейные положения, и Александр Александрович жаловался победоносцу, в том числе и на какие-то вот эти вот личные проблемы, победоносцев это выслушивал. И мне кажется, в этой ситуации, на фоне всех тех, кто твердил, идите на реформы, идите на уступки, продолжайте либеральный курс, победоносцев, выступив, по сути, против вот этого тренда, да, как бы сейчас сказали, против основного мнения, он в какой-то степени все равно перетянул своим влиянием, своим авторитетом Александра Александровича на свою сторону. И вот в победоносцеве тот увидел человека, которому доверял, человека, который на фоне убийства его отца, по сути, в какой-то степени может быть наставником, наследником именно этого психологического воспитания. И в определенной степени так и получилось. Ведь не случайно победоносцев потом даже писал ему, а переписка опубликована, зрители могут почитать, вплоть до каких-то банальных вещей, не было же известно, будут ли еще покушения или не будут. И победоносцев писал, что перед тем, как лечь спать, посмотрите, заперты ли окна, есть ли там... Проверьте под кроватью. Да, есть ли какие-то замки, двери и прочие, и прочие заперты или не заперты. То есть в определенной степени Александр Александрович растерялся в этой ситуации. И победоносцы протянул ему руку помощи и сказал, я знаю, как надо действовать. Скажите, а с точки зрения исторической науки, это было правильно? Я понимаю, что история не знает слагательного наклонения. И тем не менее, сейчас же можно. Это было правильно вот так держаться за то самолежавие, которое было? Или, может быть, надо было чуть-чуть отпустить, тогда, может быть, не было превалюции? Знаете, у Витте, человека умного, хотя и, скажем так, многослойного, есть в воспоминаниях интересный момент он анализирует. Он очень любил Александра Третьего, был ему многим обязан, и, как мне кажется, неплохо понимал его психологически. У него есть, воспоминаю, очень интересный момент. Он пишет, что если бы Александр Третий прожил дольше, он повернул бы на путь спокойного либерализма. То есть, что отчасти доказывается тем, что Победоносов, сторонник непреклонного самодержавия, он к концу царствования Александра Третьего, даже несколько раньше, к концу 1880-х годов, теряет прежнюю роль. И, в принципе, мы можем предположить, отталкиваясь от этого замечания Витта, который был хорошо осведомленным и много понимавшим человеком, что вот после этого периода жесткого режима, ужесточения, централизации власти, мог наступить период определенных, постепенных, разумных уступок. Но произошло бы так или нет, мы не знаем. История, как вы правильно сказали, не имеет заслагательного наклонения. А человек, который вступил на престол после Александра Третьего, Николай II, он в значительной степени был сформирован тем же Победоносовым, и, может быть, в какой-то степени еще больше был привержен идее неограниченного самодержавия. И вот здесь спокойная эволюция уже не получилась. Скажите, пожалуйста, если мы будем характеризовать эпоху правления Александра Третьего, как я понимаю, Победоносов был вне очень важное действующее лицо, как мы эту эпоху можем охарактеризовать? Простыми там, подъем, падение, улучшение, ухудшение. Ну, это экономическая модернизация страны. Это ее буржуазное развитие при весьма почтительном отношении к традиционным патриархальным общественным устоям. То есть общественные устои патриархальные, а модернизация экономики происходит. Ну, как сказать, формально так. Но на деле мы понимаем, что это, конечно, не совсем так, потому что капитализм, он брал свое. И, например, те аспекты, которые касаются будущего разрушения общины, сельской общины, они видны уже тогда, ну, извините, мы о чем спорим, в 80-е годы 19 века, в 70-е, 80-е годы 19 века в деревне рушится такой институт, как «Большая семья». Вот спасибо нашим живописцам, нашей Третьяковской галереи, где мы можем получить всю эту радость познания того времени. Ну, есть же такая замечательная картина «Семейный раздел». Вот. И когда происходит этот семейный раздел, когда младшие члены большой семьи начинают смотреть на большака, на главу большого семейства, не как на родного батюшку, а как на такого сурового и часто бессовестного эксплуататора. А почему вдруг? Ну, потому что рыночные отношения проникают в эту среду. Да, крепостное право-то отменили. Крепостного права нет. Экханизм начал действовать. Вот. И они смотрят уже на вещи другими глазами. И вот эти капиталистические отношения, они оказались сильнее, чем любовь детей к отцу? Ну, как сказать, социальное, оно, в общем-то, оно берет свое. Увы, это так. Здесь, конечно, ну, потом он далеко не для всех отец. Там были и другие более широкие отношения. Он мог быть дядей, он мог быть... Неважно, родственник или близкий родственник. ...дедушкой и так далее. Вот. Или еще кем-то угодно. Но на него смотрят как на угнетателя. Ну, вот сказали про то, что, как я понимаю, наш сегодняшний герой Победоносцев, он, в общем, был за патриархальные отношения. Он был за патриархальные отношения. И он считал, что патриархальные отношения могут остаться, а модернизация будет происходить. Правильно я понимаю? Ну, как сказать, Константин Петрович был человеком, который, во-первых, считал, что надо сохранить все то хорошее, все те славные начала, которые есть в общественной жизни, но при этом надо очиститься от всей той скверны, которая, дескать, примешивается. Вот скажите, пожалуйста, как это все... Это все очень правильно, но я понимаю, как это практически может быть. Все остается, как было, жизнь остается, как было, а при этом происходят изменения в экономике. Да, это замечательно совершенно, вы противоречие отметили, потому что, конечно, Константин Петрович, он не был человеком, который жил в башне слоновой кости. Он видел, что идет капитализм, он видел, что с собой несет капитализм. И здесь возникала вот эта проблема. С одной стороны, надо сохранить старую традицию, патриархальную традицию, самодержавную, православную, и вместе с тем железные дороги, фабрики, заводы, бурный экономический рост. А одно на другое не будет влиять? Естественно, экономика влияет на политику, безусловно. И вот отсюда, мне кажется, возникало у победоносцев иногда ощущение некой обреченности того дела, которому он служит. Есть в воспоминаниях феортистов очень любопытное упоминание о том, как Константин Петрович иногда проговаривался, и не только у феортистов, что революция неизбежна, но революционный ураган очистит атмосферу. И у Розного есть совершенно замечательные строки о победоносцеве, который, рассказывая о том, что необходимо сделать, сжал кулаки так, как будто бы, если не сжать эти кулаки, не схватить, всё разбежится, рассыпется, и, разбежавшись, просто-напросто развеется, как прах. Вот это вот проблема. С одной стороны, он понимал, надо держать то, что есть, и вместе с тем чувствовал, что удержать это долго не удастся. А тогда скажите, вот мы сейчас, мы потом, может быть, еще отдельно поговорим про церковные приходские школы, если это, тогда в чем его заслуга? Ну, понимаете, в начале 80-х годов было все-таки естественное движение, естественное явление, был подъем вот такой вот консервативной волны, когда вышли на поверхность или начали более активно действовать идеологи, литераторы, публицисты консервативного толка активно выступают в это время более активно, чем раньше Михаил Никифорович Котков. Это период расцвета творчества Леонтьева, Константина Николаевича, Мещерского и многих других. Интерес к прошлому, интерес к историческим корням. Попытка найти в прошлом, в традициях, в том числе и художественном, что-то, что было бы адекватно изобреленностью. А заслуга его в чем была? Он поддерживал это, он это подхватывал. Он, в частности, поощрял творчество некоторых художников, например, Васнецова, Нестерова, росписи Владимирского собора в Киеве, одно из художественных достижений. Поощрялся, давал деньги? Организовывал, да, давал деньги. Он, если говорить о деньгах, то он поддерживал в том числе материально Чайковского, который, как и Победоносов, закончил училище правоведения. Здесь еще один был момент сотрудничества. Поддерживал ряд других композиторов, художников, литераторов. То есть, он был не чувств искусства? Мало того, что он был не чувств искусства, он был завсегдатаем некоторых художественных салонов. Откуда, собственно, возникли эти строки Блока? Блок не написал министр Плева над Россией, простер савинные крыла или еще кто-то. Остальные были Блоку совершенно безразличны. Победоносов вызывал интерес, притягивал своей фигурой, пусть даже зловещей в некоторых случаях, страшной. Но он был интересен, потому что он был неоднозначен, потому что он вращался в этих кругах. Его хорошо знал Розанов, с ним встречался Мережковский, Гиппиус, в общем-то, тоже с ним соприкасалось ряд других литераторов. Он посещал салон известной меценатки, княгини Тенишевой, встречался там с художниками, живописцами, хотя у художников, как, собственно, и у литераторов, было к победоносцу отношения очень разные, противоречивые. Но, тем не менее, обувь его неоднозначен. Мы сейчас вернемся к вот этой истории. Ну, раз вы начали говорить, скажите, пожалуйста, известно, что он... То есть вы сейчас скажете, то ли он дружил с Достоевским, то ли просто приятствовал. Насколько это так, и насколько они друг на друга влияли, победоносцам Достоевского и наоборот? Ну, можно, в принципе, говорить и о дружбе этих двух выдающихся деятелей, каждый в своей сфере. И здесь, конечно, важно, что Федор Михайлович Достоевский, пройдя очень суровую школу жизни, о которой мы знаем, конечно, многое переосмыслил. И считал, что консервативный элемент он должен сплотить Россию, он является ее качественной определенностью, он должен именно, прежде всего, в лице русского самодержавия сберечь Россию и показать, может быть, даже всему миру правильный, верный путь именно на этих началах. Но дружили в каком смысле? Они, грубо говоря, встречались, разговаривали, общались, друг на друга влияли. Это дружба двух мужчин. Да, они встречались очень часто. Победоносцев писал, у меня был для него отведен тихий час в субботу после всеночной. То есть он регулярно к нему приходил, Достоевский. Тогда скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что Победоносцев каким-то образом повлиял на Достоевскую, или это перебор? Вы знаете, говорили о том, что великого инквизитора Достоевский якобы списал с Победоносцева. Это совершенно точно известно, и сохранилась переписка подробная между ними. Это, в общем, достаточно хорошо известная история. История, когда Достоевский писал братьев Карамазова, в том числе легенду о великом инквизиторе, он советовался Победоносцу, он отсылал ему на просмотр ряд глав братьев Карамазова, в том числе главу о великом инквизиторе. А сказать, это значит, что это был очень образованный человек? Я бы сказал, что Победоносцев был интеллектуалом, консервативным интеллектуалом, и то, что он общался с писателями, общался с художниками, интересовался музыкой, интересовался вообще культурным фоном. Это не было просто какой-то позой. Он очень внимательно следил за культурной жизнью в России, за границей, за театральной жизнью. Вместе с тем, вот это вот имело и некую, наверное, практическую значимость. Например, Победоносцев был во многом инициатором ужесточения цензурных ограничений. И следил он не только потому, что ему было интересно, но и потому, что некоторые переводы французских писателей, некоторые пьесы, некоторые полотна вызывали у него отторжение, соответственно, желание каким-то образом ограничить, запретить, не пущать и так далее. А что именно запретить? Какой критерий? Критерий? Ну, то, что, как он считал, не соответствует правильному пониманию истории и религии. Например, полотна Ге, посвященная Голгофе, распятию, изображать Христа просто как человека. Это понятно, это влияние толстовства, учения толстого о том, что Христос-то никакой не бога-человек, а просто исторический персонаж, проповедник. Нельзя вот так изображать Христа, народ не поймет. Народ не поймет. Сняли с выставки картины Ге. То есть это оттуда еще пошел, народ не поймет, это еще в шерфт-венагоге. Да, но он очень боялся, он чувствовал хрупкость тех основ, на которых зиждется внешне величественное здание Российской империи. И он считал, что народ, который своей религиозностью, преданностью самодержавец, составляет фундамент государственного здания, народ очень легко, поскольку народ, ну, как ребенок, он не образованный. Откуда, кстати, программа церковно-приходских школ сделать народ образованным? Очень легко сбить с толку, поэтому мы должны народ, это большое дитя, как бы покрыть таким большим стеклянным колпаком, защищать от внешних соблазнов, не показывать неправильных картин, не демонстрировать неправильные пьесы. А мы все знаем, вот, у нас истина, у нас, мы знаем. У него, у него персонально. У него персонально. Я знаю, Г. Харочек, тоже, что плохой, я сам решу. Да, да, я старовер и русский человек, я вижу ясно путь и истину, писал Победоносцев своему другу Рачинскому в мартовские дни 1885 года. Чтобы закончить, ну, пока на какой-то момент по поводу всех литературных вещей, Юрий Михайлович Лотман считал, что Победоносцев – это прообраз Каренина, в знаменитом романе «Ана Каренина». Насколько это так? Ну, собственно говоря, это, в общем-то, не так. Если мы запасшарим, так сказать, личную семейную жизнь Победоносцева и Каренина, как героя толстовского романа, в общем-то, можно там искать какие-то черты характера и их сходства, но во всем остальном, по-любому, будут очень большие различия, и жена Победоносцева под поезд не бросалась. Если поезд откроет, к воронку не уходила. Была бы более благополучная. Нет, а именно речь идет не о сюжете, а о типе человека. Что вот Каренин – это вот такой вот этот тип человека, не то, что он делал. Нет, это другой тип. Это другой тип. Потом здесь важно понять, что вот этими цензурными делами Победоносцев занимался еще по должности. Было такое совещание четырех министров. Это министр внутренних дел, министр юстиции, министр народного просвещения и оберпрокурор Синода. И вот это совещание четырех министров, оно, согласно закону о печати 1882 года, могло выносить решение о закрытии печатных изданий, о тех или иных запретительных мерах и так далее. Поэтому это был в известной степени его функционал, который, безусловно, многих раздражал. Но вот так была устроена государственная машина в этой ее части. Я хочу закончить с Карениным. Вот этот тип человека, сухой человек, преданный стране, преданному своему делу, он, в общем-то, такой сухой, не эмоциональный. Это не он? Нет. Нет, это не он. Он был очень эмоциональный. Он очень эмоциональный был. Понимаете, эмоциональность может тоже по-разному проявляться. Если Победоносцев не был как-то страстен в семейной жизни, это не значит, что он не мог эмоционально выступать, не мог эмоционально реагировать. В этом плане очень любопытно почитать его письма. К сожалению, полностью переписку Победоносцева до сих пор не опубликовали и даже не собрали то, что активно публиковали в 20-е годы, да и, в принципе, до революции. И поэтому это рассеяно по журналам, по сборникам, по архивам. По архивам. И это колоссальное наследие. Вот в письмах мы видим, не скажу совсем другого Победоносцева, но мы видим все-таки очень много каких-то человеческих черт. Эмоций, симпатии, антипатии, сочувствия, даже страсти некоторые там бушуют. Он очень интересно, например, описывает, как, собственно, влюбился, как произошло это его знакомство с будущей женой, которая была его воспитанницей, была гораздо моложе, чем он. И потом он понял, что это уже не просто воспитанница, а это девушка, которую он любит. И, соответственно, надо делать ей предложение. И вот в этих письмах мы видим человека совсем не сухого, не засунутого в какой-то футляр, а вполне даже эмоционального и иногда сомневающегося, иногда колеблющегося, иногда, наоборот, непреклонного. Вот мне, на самом деле, очень жаль, что переписка Победоносцев, она как-то до сих пор остаётся слабо исследованной. Колоссальный пласт, и многое здесь, в принципе, ещё непонятно, потому что она не опубликуется активно, или это в журналах где-то, или в небольших научных сборниках. Но мне кажется, тот, кто захочет эту переписку, найдёт, он увидит совсем другого Победоносцева. Не такого, как Каренин, не такого, как человек в футляре, а очень даже эмоционального. Возвращаемся к его политической деятельности. Правильно я понимаю, что, грубо говоря, я сейчас говорю грубо, но чтобы было понятно, Победоносцев предлагал, чтобы Россия, страна, у которой огромные традиции, она оставалась такой, какой она есть, но при этом занималась модернизацией и всем остальным. У него было очень острое ощущение, вынесенное ещё с того момента, когда отменили крепостное право, и страна оказалась вдруг сразу на распутье. Ощущение того, что всё, если не катится в пропасть, но если сделать один неверный шаг, то рухнет в пропасть. Он очень боялся этой пропасти, и очень многое в его действиях определялось стремением не допустить... Что и случилось в результате. Ну, в результате. Не в результате, но случилось в результате. Да, но можно сказать, многие считали, что и в результате его деятельности. То есть его концепция была та, что нужно защищать, охранять, накрыть стеклянным колпаком. Он это делал совершенно искренне. Из такого чувства самопожертвования он считал, что он отдаёт все силы на то, чтобы уберечь страну от худшего. Ну, а модернизация, которую он допускал, она всё-таки касалась достаточно ограниченного количества сфер. Сделать народ всё-таки образованным, ну, грамотным, скажем так, чтобы совсем уж явные проявления невежества не имели места. Дать народу чтение, но чтение такое, которое позволит сохранить в народе его лучшие качества. Не надо думать, что Поведоносов был таким вот держимордой с лозунгом «тащить и не пущать». Огромными тиражами работали при нём издательства, синодальные, в первую очередь, издательства. Он поощрял литературу для народа, те же церковно-приходские школы. В основе этой идеи, кстати, лежала индивидуальная инициатива замечательного подвижника, Сергея Александровича Рочинского, сельского педагога. Ну, знаменитая картина Богданова-Бельского, устный счёт в сельской школе. Богданов-Бельский, ну, собственно, Богданов. Это один из учеников, выпускников этой школы, в рамках которой Сергей Александрович Рочинский, бывший блестящий профессор Московского университета, богатый помещик, он от всего отказался, отрёкся, уехал в деревню, стал воспитывать крестьянских детей и выискивать среди них таланты. И вот Победоносцев искренне верил в то, что распространив опыт одного Сергея Александровича Рочинского и одной его школы на всю Россию, он сможет решить те проблемы, которые стоят перед Россией. Но здесь, конечно, было много изъянов. Правильно я понимаю, что сейчас очень много, но не сейчас, а всегда, сколько я живу, и до меня, и после меня будут говорить об особом российском пути. Вот это как бы было в этом смысле предложение, своего рода предложение нашего сегодняшнего группы Победоносцев, что мы должны модернизировать всё такое, но мы должны стоять на почве наших традиций и никуда с них не двигаться. Ну, в общем, конечно, здесь можно говорить о своём самобытном пути, но мы уже замечали, по-моему, что Победоносцев был далеко не всевластен. И, в общем, особенно во второй половине царствования Александра Третьего стало очевидным, что главный пост в правительстве это всё-таки пост министра финансов. Министра финансов, ну, тогда не было никакого Министерства экономического развития, и здесь не было такого дробления специализации. Все знали, что министр финансов отвечает за экономику, за экономическое развитие страны. Поэтому Константин Петрович тоже исследовал, что вот у нас теперь главный человек – это министр финансов, кому хочет давать деньги, тому и даёт. Поэтому, безусловно, министр финансов Бунги, Вашнеградский, Витте, они были вот такими локомотивами этой экономической политики правительства. Победоносцеву она могла нравиться, могла не очень нравиться, могла совсем не нравиться. А тогда значение его в чём? А его значение, ну, прежде всего, оно огромно в первые годы царствования Александра Третьего, а в дальнейшем, конечно, его значение начинает падать просто в силу того, что царь хочет получить некую правительственную программу. Мы сказали, что мы делать не будем, а теперь мы хотим знать, что мы делать будем. Если мы отвергли определённую альтернативу, то тогда скажите нам, что нам должно сделать в стране, по какому пути нам следует двигаться. И вот здесь, конечно, Константин Петрович, он до определённой степени проявил свою беспомощность, когда царь понял, что Победоносцев прекрасный, непревзойдённый критик всевозможных пороков, общественных язв, но вот именно здесь его ахиллесовый пята, у него нет политической программы, у него нет, так сказать, чёткой вот такой платформы, которую он мог бы предложить для развития в ту или иную сторону, в том или ином направлении. Это вообще замечательная история. История, это такая очень современная история. Люди знают, как не надо, знают все, а как надо, не знает никто. Правильно я понимаю, что всё-таки это значит, значение Победоносца более всего в том, что он сделал в первые дни, то есть в первые годы, что он сохранил самодержавие в том виде, в котором оно потом существует 25 лет. Не случайно его современники называли скептический ум. Он действительно знал или считал, что знает, что плохо, и что не нужно делать, куда не надо идти. Но когда возникал вопрос, хорошо, мы знаем, куда нам не надо идти, а куда нам надо идти, то на это он ответить не мог. И вот когда Победоносцев скончался, появилось очень много статей. Иногда злые такие статьи с насмешками в его адрес. Иногда попытка, наоборот, апологетики. Были статьи аналитические, как бы сейчас сказали, где анализировали его воздействие на Александра Второго, на Александра Третьего, на Николая Второго. И вот в этих статьях всячески подчеркивалось, он действительно хорошо выступил, как тормоз. Ну, условно говоря, чтобы машина не сорвалась в пропасть. Государственная машина. Но потом, когда машина вышла на некую дорогу, когда стал развиваться капитализм, возник вопрос, а что делать дальше? И вот здесь Победоносцев уже стал ощущать свою беспомощность. Потому что, правильно сказал Всеволод Евгеньевич, не идеи стали влиять, не столько, может быть, даже идеи, сколько стала влиять экономика, стали влиять деньги, стало влиять социальное положение людей. И он не понимал, как с этим быть? Вот мне кажется, всё-таки он это понимал, и отсюда ощущение неизбежности крушения. Не случайно он в письмах делился мнением о самом себе, что моя задача – это лежать неким камнем на пути потока. То есть вот несётся этот поток, но поток, он же всё равно, этот камень, или сдвинет, или просто-напросто через него как-то перельётся. И Победоносцев это ощущал. Есть замечательные его письма уже периода Первой революции. По сути, это последние его письма, где он пишет, что тяжко сидеть на развалинах всего того сохранения, чему посвятил свою жизнь, и видеть, как это всё рушится. И здесь, наверное, есть некий символ, когда мимо его дома на Литейном проспекте, кстати, дом находится в ужасающем состоянии сейчас, просто пользуясь возможностью, хочу сказать, что он уже несколько лет в очень плачевном состоянии, если по-темному... Хотя он является памятником архитектуры. Да, совершенно верно, Александр Юрьевич. Это жалко наблюдать, что с ним происходит. И вот мимо дома Победоносцева шла революционная толпа. Но, естественно, люди знали, что там живёт Победоносцев, и эти люди стали петь какие-то революционные песни, выкрикивают лозунги, но он на это не обратил внимания. Во всяком случае, никак не стал проявлять свой интерес к этому. Он уже немножко далёк был от этого, занимался переводом Нового Завета, который успел выйти в его переводе. И мне кажется, вот в этой ситуации он понимал, что его время ушло. Мы сейчас ещё к этому вернёмся. Я хочу вас вот спросить, Александр Юрьевич. Он считал, что православная церковь должна стать основой государства. А чего не волновало, что это многоконфессиональная страна? Он считал, что она и является основой государства, а все остальные конфессии... Ну, вообще, 4 пятых всё-таки были православными в России. Остальные конфессии, они должны, ну, занимать какое-то такое вот ограниченное, скромное, можно сказать, изолированное место в рамках этой общероссийской вселенной. Хотя, надо сказать, он не был ведь сторонником активного миссионерства по отношению к основным неправославным религиям России. Но он всё-таки государство должно быть светским? Нет, ни в коем случае. Светское государство – это бессмыслица с точки зрения победоносства. Светское государство – человек без головного мозга. Оно рухнет, и вот это вот ощущение скатывания в пропасть, которое не покидал победоносов, оно ещё было связано с тем, что идея светского государства, она по всей Европе-то утверждалась, что, называется, стучалась в двери России. А вот это вот для победоносового было вообще страшным ужасом. Он был такой по своему складу не просто верующий благочестивый человек, он вообще был полумонах. Он значительную часть времени жил в монастыре в Сергиевой пустыне, под Петербургом, в Петергофе. Он по ухваткам своим, по манерам поведения очень многим напоминал монаха. Он вообще старался как можно больше времени проводить за монастырским богослужением. И вот то, что идея государства, отделённого от церкви, отделённого от религии, утверждается на Западе, и стучится, что называется, Россия. А он как хотел, чтобы всё было? А он хотел и считал, что церковь должна быть неразлита, слита с государством, нераздельно слита с государством, потому что государство может существовать только в том случае, если оно одушевлено определённой сверхценной идеей, каковой может быть только идея религиозная. Никакая светская идеология, там на Западе в это время разрабатывали гражданскую религию, какие-то свет... Она, по мнению Победоносова, людей не объединит. Только идея, имеющая какой-то сверхземной характер, трансцендентный, она способна объединить людей. Когда государство во имя каких-то непонятных, по мнению Победоносова, причин от этого отказывалось, то следующим шагом, по мнению Победоносова, должно было стать разрушение этого государства. То есть все должны быть верующие? Он считал, что вообще-то все и так верующие. Просто одни верят в истинных богов, а другие выдумывают себе разных ложных кумиров, веруют в сектанские конструкции, как Лев Толстой, с которым он воевал всю жизнь. Некоторые не верят ни в кого. А значит, они верят в ложного бога науки, ложного бога прогресса, ложного бога материального богатства. Это та же религиозная вера, как вера религиозных людей, но они-то осознают, отдают себе отчёт, не то, что они верят в высшее начало, а другие просто себя обманывают. Вот, Силат Ильич, я хочу вас спросить. Есть у кого... Победоносов очень известный деятель российской истории. Его имя известно. Всегда, когда есть известный человек, есть некоторый ореол за ним. Иногда человек на самом деле был хуже, чем о нём говорят, иногда лучше. Победоносов может благодаря блоку, может по-настоящему чему-то воспринимается как такой невероятно очень сильный консерватор, который что-то такое всё время тормозил. И как я понимаю, что это неверное? Как я понимаю, это вообще неверное. Ну, вы знаете, на самом деле консерватизм-то бывает разный. Как вот наш один видный историк говорит это в зависимости от того, что консервировать. Да? Потому что консервировать можно совершенно разные вещи. И, скажем, поэтому консерватор Тючев и консерватор шеф-жандармов Шувалов друг друга на дух не переносили. Ну, особенно Тючев-Шувалова, потому что консервировали они разные вещи. Если мы говорим... Поэтому мы пока не можем сказать, что консерватор – это какая-то конкретная качественная определённость. Понятно. Мы сейчас говорим про Победоносцева. А Константин Петрович, ну, в общем, мы уже поставили под сомнение тезис о его всемогуществе. Это понятно. В общем, его роль серого кардинала, она была такая очевидная. Но дальше, дальше. Ну, в какой мере мы можем говорить о том, что он всё тормозил? Был министр внутренних дел. Это очень важная должность в правительстве, когда, в общем, от этого человека зависело во многом направление внутренней политики. Был министр финансов. Победоносцев в этой системе был оберпрокурором Синода плюс человеком, лично близким к монарху. Понятно. Я всё-таки... Его влияние было крайне в этом плане ограничено. Оно было больше в начале. И здесь он сыграл роль тормоза, Александр Витальевич сказал. Дальше его значение падает. Поэтому мы с вами можем говорить про министров Толстого, Дурного в качестве министра внутренних дел, про Бунги Вашнеградского и Вита в качестве министров финансов. Что при этом тормозил Победоносцев? Да, у него было влияние именно в делах духовных, культурных, цензорские функции. Он мог много рассуждать о том, что такое хорошо, что такое плохо. Много занимался морализаторством. Но как это влияло? Это влияло, я уверяю вас, очень мало и очень ограничено. Вот, конечно, значит, очень по-разному. Человек ограничивал свободу слова. Да, да, да. И это было хорошо. Ограничивал свободу совести. Занимался тем, что мы сейчас бы назвали пропагандой, говоря современным языком. Показывал очень сильное влияние на сферу книгоиздания, прессы, образования, особенно начального образования. Он считал, что главное лежит в умах людей, в умах художных. Это понятно. То, что он делает, понятно. Непонятно, почему говорить, что в этом есть еще и плюсы. Ну, как вам сказать. То, что он цензорством ограничивал многие естественные тенденции развития, в этом какой же плюс? В этом, конечно, минус. Просто разные были тенденции. Он стремился поддерживать консервативные тенденции, стремление к осмыслению каких-то исторических корней. Это было совершенно естественным явлением в той же художественной среде. Здесь он ничего не выдумывал. Он стремился пресекать либеральные и радикальные тенденции. Но просто со временем вот эта вот запретительная составляющая она брала верх над всеми остальными. И, ну, да, действительно, в значительной степени имела деструктивный эффект. Скажите, пожалуйста, Александр Анатольевич, если говорить... Я сейчас вернусь к первому вопросу. Есть определенный взгляд на то, каким образом победоносцы вышел в историю России, как кто? Мне кажется, этот взгляд неправильный. И вообще, по ощущению сейчас, что он неправильный. А какой правильный? Вот он вошел в историю именно как положительный. Он произошел как положительный персонаж? И как какой человек? Как кто? Здесь, опять-таки, мы пытаемся навесить ярлычок. Раньше это был ярлык темный, реакционер, человек, который... А теперь тот хочет снять, повесит новый. А какая разница тогда, если мы поменяем черный ярлык на светлый ярлык, и то, и другое нам не даст ответ на вопрос, кто такой был победоносцем. Потому что в нем присутствовало и то, и другое, естественно. И позитив, и негатив, и деструктивные последствия от его деятельности были. И вместе с тем было много здесь, конечно же, и позитивного. И в его действиях, мне кажется, надо выделять то, что отвечало самой эпохе. Он в какой-то степени... Вот я не случайно же сказал, что он ощущал, что эпоха его ушла. Он в какой-то степени был именно человеком эпохи Александра Третьего. Притом даже не всей, может быть, эпохи Александра Третьего, а вот этого первоначального периода. И в эпоху Николая Второго, когда победоносцы продолжали писать, что он там влияет, оказывает какое-то воздействие, это скорее был некий миф. Вот здесь надо разделить реальный человек с плюсами, с минусами, с позитивной, негативной деятельностью. Некий миф о всесильном победоносцеве. Это второй момент. Реальный человек – это первый момент. Второй момент – это миф. И третий момент – это как многие современники, особенно деятели культуры, воспринимали победоносцев. Вот здесь часто цитировали Блока. Но Блок ведь не так прост. Если мы возьмем 12, там тоже Христос появляется в венчике, а венчик вообще-то на покойника кладут. И, кстати, есть вариант трактовки, что у Блока Христана расстрел ведут. Филологи так трактуют. Пойди пойми, что там Блок вложил. Это у него Христос революцию возглавляет или наоборот жертва революции. Вот так и здесь, с победоносцевым. Интересно. Есть тоже любопытный вариант, что вот эти крылья – это не столько символ какого-то мрака, ужаса. А веные крыла. Чего-то такого темного, сколько это признание в определенной степени охранительной функции победоносцева. Я, насколько помню, есть в Библии слова «под крыльями его будешь безопасен» и так далее. То есть человек, который, как здесь Айсан Кеоргиевич сказал хорошо, пытался накрыть стеклянным колпаком или же по Блоку накрыть совинными крылами страну от тех опасностей, которые ей грозят. Как он считал? Как он считал, естественно. То есть он сейчас стеклянулся под Россией, простер совинные крыла – это положительно? Это один из вариантов. Да, для Блока не то чтобы положительно, но смотрите, он умным, он чудным кругом очертил Россию, заглянув в его очи стеклянным взором колдуна, под умный говор сказки «Чудный». Заснуть – это не какой-то, опять-таки, держи морда, это волшебник, гибнотизер, колдун, но эта фигура непростая. Он сумел сказать что-то умное, для Блока неприятное, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, сейчас вы написали об этом человеке книжку в Жозео, значит, он вас заинтересовал. Не имеет смысла писать книжку в человеке, который тебя не интересует. А чем он вас заинтересовал? Ну, тем, что он был такой неоднозначной фигурой. Вы понимаете, почему к нему так тянулся Достоевский? Вот переписка Победоносова с Достоевским, со стороны Достоевского – это действительно желание излить душу, получить поддержку. У примитивного человека, да нет, конечно, к примитивному человеку Достоевский не стал дотянуться. Почему в конце XIX века, в период, конечно, очень секуляризованный, и в России тоже. Россия от Европы отставала, но шла, в принципе, потому-таки, вдруг такое колоссальное значение обретает фигура оберпрокурора Синода. Его ведь называли «русский папа» и искренне считали, что он некий духовный лидер русской церкви, а не просто чиновник, приставленный к ней для внешнего надзора. Откуда такой интерес к Победоносову у деятелей литературы, культуры, живописцев, философов? Почему о нем писал много раз, возвращаясь к этой фигуре, Василий Васильевич Розенов? Фигура совсем очень примечательная и многозначная в истории русской общественной мысли. Бердяев. Победоносов ведь прообраз не только, ну, мы не знаем на 100% Каренина, но это прообраз сенатора Облеухова в романе Андрея Белова «Петербург». Откуда вот это вот явление человека-одиночки, который действительно в одиночку в 81-м году останавливает, переламывает и обращает вспять уже, казалось бы, определившуюся линию политического развития? Откуда берется такой человек и откуда у него берется такая сила? Я считаю того, что вот это назревало, 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 то, что он высказал. Понимаете, вот тот же Достоевский, вот отражение ужаса зачастую от того, что он видел вокруг себя. Вот этот вот распад всех тех прочных общественных связей, которые существовали раньше, это сила денег, этот индивидуализм, это стремление утвердить себя в качестве самодавляющего «я». Очень многие в этой обстановке приходили в ужасы, когда приходит человек, который говорит, я вас спасу, я вас закрою вот этими вот… Крылами. Крылами, да. Я твердо знаю, что мы должны двигаться вот по такому-то пути, но это к нему привлекло, в том числе и молодого Александра Третьего, который, конечно, был очень сильно растерян. Устанавливается время, если коротко правильно, я понимаю, что основное значение этого церковно-приходские школы, во-вторых, во-первых, то, что человек сохранил самодержавие, и только благодаря ему оно еще потом 20 лет существовал. Правильно я понимаю, что в этом и есть основное значение нашего сегодняшнего героя? Да, безусловно, это церковно-приходские школы, и это попытка сохранить самодержавие, потому что в результате все закончилось все равно 17-м годом. В тот момент он его сохранил. Но на некоторое количество лет он его сохранил. Да, родил его существование, скажем так, на определенный период. И все, это две, ну это существенная вещь, но все, мы ничего не упустили. Из, ну, из значимого, из исторически значимого. Ну, из исторически значимого можно сделать. Да, ну, здесь я бы хотел подчеркнуть следующий момент. Да, вот, если мы абстрагируемся от темы политического режима, то в данном случае это дополнительный четверть века мира внутри страны, гражданского мира, да. Это важно или это не очень важно? Да, ведь мы с вами это понимаем. Поэтому, если мы скажем, что еще четверть века Россия могла искать пути мирного внутреннего развития, то в этом, наверное, была и заслуга Константина Петровича Победоносцева. Сеут Евгеньевич Воронин, Александр Юрьевич Плунов, Александр Митальевич Репников, три доктора наук. Сегодня мы обсуждали фигуру Константина Петровича Победоносца. Вы знаете, наверное, есть такое известное очень высказывание о том, что Россия страна с непредсказуемым прошлым. И, как правило, его очень иронично говорят и как бы смеются над этими словами. Но в этих словах есть какой смысл, мне кажется, очень позитивный. Что это просто ужасно интересно. Вот я честно вам скажу, что если бы не этот эфир, я бы ничего этого не знал. Потому что я знал блока, и вы мне доказали очень, не только мне, я надеюсь, что савинные крыла это на самом деле плюсы, это хорошо, а не плохо. Но я-то рассматривал это как какого-то мрачного такого человека. В нашей истории, в нашей была очень большая история, было очень много людей, которые как бы вот они не первые, они не императоры, они не может быть там не руководили крестьянскими войнами. Но они ужасно интересные люди. Мне кажется, что попытаться понять Константина Петровича Победоносца просто ужасно интересно. Просто интересно понять человека, который... Он делал масса, как мне кажется, неправильного, делал масса правильного. Он был очень убежденный человек. Вот это очень важно. Он это делал для того, чтобы взятки брать. Он это делал для того, чтобы он считал, что надо вот так вот жить, страна должна развиваться так. Поэтому, мне кажется, это очень интересный человек. Я благодарен нашим сегодняшним героям за то, что они познакомили в первую очередь нашу аудиторию. Меня тоже с этим удивительным человеком. Спасибо вам большое. С вами был Андрей Максимов. Я прощаюсь. Всем всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok